ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поддяки и аплодисменты в Палацево-Парковом ансамбле веншовали работников культуры с нагодой их профессийного свята. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Допрофильная адукация, дистанционное навышание новой специальности в колледжах и лицеях. Удосконаливание работы Галины обмерковали у Мазары на диалоговой пляцовце. Сюда приехали работники этой сферы из шести районов Калинковицкого, Нараулянского, Ельского, Лельческого, Житковицкого и Петриковского. Об спикерах, экспертах и их погляде на проблемы развития сферы эдукации – репортаж наших корреспондентов. Первая дискуссийная панель проходит у малой зале драматичного театра. Замест актеров на сцене спикеры и эксперты – глядачцы, работники сферы эдукации. С Мазара в районе началось проведение диалоговых пляцовок. На их специалисты будут обмерковывать злободенные пытания разных сфер. Депутаты, которые также присутствуют на панельной дискуссии, кажутся, что вельми важно доведаться об наболелых проблемах, сперших в Усну. Мы выслушаем все наболевшие вопросы, которые возникают на местах. И, конечно же, нам будет проще донести эти вопросы до министерств, до ведомств, до нашего руководства Совета Республики, Нижней Палаты Парламента. Поэтому это, я думаю, что такие встречи необходимы. Образование будет тогда сильным, когда будет вот эта тройка, то есть ребенок, родитель и система образования. Если все будут в конце тунеля видеть общую цель, общие задачи, тогда будет успешно развиваться наше образование. Почали с эдукации. Инициаторы АГТПД-Университет имя Шамякина кажутся, гэта сфера – основа. Яких специалистов подрыхтуются университеты, техникум и колледжи, насколько якостную эдукацию отрымают дети у школах, будет залежать будущее. Одно из первых закранули темы педагогичных классов. Начальник Головного управления эдукации Гомельского АБВКН Кама Руслан Смирнов выказал препонову подрыхтукой дятей до поступления, например, у педагогичной установы эдукации, займаться не с 11 класса, а раней, а еще. Только треть выпускников педклассов выбирают потом профильные ВНУ. Из шастей за все – Минские. Тому региональным установам треба задуматься об этом и шукать шляхи выстя. Педклассы з'явилися у системы эдукации пять годов тому. Зараз у регионе у них учится амаль 180 школьников. Увеличить количество, может быть, педагогических классов, может быть, изменить критерии отбора педагогических классов, может быть, изменить порядок на правила приема в ВУЗы. Закранули тему дошкольной эдукации. У детящих садках, например, пропонуется снизить колькозь дзен, якие можно пропускать без поважливой причины. И это связано с тем, что дети таким чином не могут отримать добрую подрыхтовку до школы. До того ж, займают место тех, кому их не хапило. Нам бы хотелось, чтобы дошкольное образование стало бы обязательным. Оно сегодня является основным, но не является обязательным. Вот, например, общее базовое образование. Отмерковали так само работу прав тэхэдукации. Важно огучили эксперты открывать новые специальности, как забеспечивать запотребованными кадрами регион. Зараз у колледжах и лицеях в области прав тэхэдукацию отримливают каля 18 тысяч человек. Марафон диалоговых пляцовок у Гомельской области, який стартовал с Мазыра, протягнется анализом інших важных тем. Огученные идеи будуть акумуляванные и пропонованные для меркования на усебеларуском народном сходе у якости изменений у Конституцию, унесения у кодексы и іншие законодавчие акты. Марина Северьянова, Вольга Коновалова, Валерия Панько, телерадиокампания «Гомель» из Мазыра. Форум «Беларусь-Гэтамы» сбирает алиновитую молодь во усіх регионах країны. Сьогодні масштабное свято отбудеться у Гомелі. Гостей чекаються открытый диалог у центра інклюзивной культуры, а эпицентром падзей стане легкатлетичный манеж «Динамо». Пляцов корректуються принять сотні молодых людей з усёй в області. Их увазі – выставы, інтерактивные локации, презентация, так само великая концертная программа. Мероприємство познайомить з досягненнями молодых і метанакерованных жахаров Гомельська в області. Організаторы подкресливують форум, освятляя як сучасные молодёжные напрямки, так і самобытные беларускі традиції. Ніхто не застанець абаяковым. Подробязний сюжет глядіці завтра у новінах тыдня «Беларусь-Чатырый Гомель». Сьогодні во всім свете означається День психічного здоров'я. Гэта дата узнікла в 1992-м годі, як протягнути увагу людей до профілактики і лячення психічних растрійствів. Здоровая психіка чоловіка такі ж важний аспект життя, як здорове тело, однак часто їй надається значно менш уваги. Амалі один мільярд чоловік у свете покутуюць від психічних растрійствів, що год три мільйоні помирають у выніку злоуживання алкоголем. І кожній сорок секунд один чоловік кончає життё самогубством. Сьогоднішним негативним фактором для психічного здоров'я стала пандемія COVID-19, яка порушила звыклая життё мільярдів людей у свете і створила нові фобії. У рачі раець не поддаваць паніці. Для дому немало випадків, коли при протяглім стресі настільки знижається імунітет, що гэта може привести до захворювання. Перше, що достатньо важливо, це емоціональна підтримка близьких, щоб люди чуствували, що їх розуміють, щоб хтось мог їх успокоїть, поговорити, де-то переубедити, можливо. Якщо не допомагають, так скажімо, способи, такі, ну, є нерецептурні, легкі медикаменти, тобі в будь-якій аптекі, якщо спросить щось успокаює, що там подскажуть. Следуючий етап – це, наверное, телефон доверия, на який можна обратитися, позвонити 24 часа в сутки. Ну, і следующий етап – це обращення к психотерапевту. У обласної психіатричній больниці працює телефон довері, номер якого ви бачите на екрані, що год на його поступає більше за 10 тисяч звонков. Люди можуть отримати анонимну допомогу, і год за годом їй користається все більше лавек. А тримати салуду від восени неможчима з больничного ложку. Берешся бей, поспець заробіць прищепку від гриппу, а так само запастись масками і антисептиками, заклікають медики і епідеміологи. У регіоні роззахворювання на вострій респіраторній інфекції. Часті регіструють аденовірус, з'явілися так само вірус гриппу Б і пандемічний H1N1. Наші корреспонденти побували у Гомельськім обласним центру гіене, епідеміології і громадського здоров'я. Як доведаться об ситуації? Несмотря на те, що зараз у нас вакцини опробованы, вже доказана своя ефективність, а тільки на експериментальному рівні ще немає від коронавірусу, поможуть ли, як люди зроблять вакцину від обычних циркулируюючих вірусів гриппу? Як це буде влияти на сниження заболеваемости коронавірусом? Кака тут зв'язь буде? Я хочу сказати, що, конечно, цей путь отслеживання, як вакцина повлиєє на коронавірус, ми будемо проходити впервые, але вже учені нашої республіки і інших країн проводять якісь інследования, які однозначно говорять о тому, що прививка от гриппа позволить організму більше сопротивлятися коронавірусу і, соответственно, облегчить течення, або, можливо, і вообще избежать этой інфекції при столкновенні організму з коронавірусною інфекцією. Вопрос, який, наверное, інтересують многие, коли нам ожидати пік заболеваемости коронавірусною інфекцією, він буде совпадати з піком по гриппу і нашим сезонним привычним інфекціям, або це будуть совершенно разні пікові я хочу сказати, що по коронавірусною інфекцією ми вже наблюдаєм некоторий під'єм, і де-то у нас от піківих показателів первої вільнии вже ми маємо окула 45% заболівань, і количество случаев увеличивається, поэтому і наша настороженність, і ми призываем населення бути більш настороженним вже к коронавірусною інфекцією. Ну, а пік по коронавірусною інфекцією де-то, ми предположимо, буде в ноябрі, ісходя з того увеличення, яке ми маємо. Раз пік ажидається скоро, саме время вспомнить о своєму здорові, о безпаснінінінінінінінінінінінінініх і надіть маски, запастись антисептиками, і вже стараться избегати міст масового скопління людей. Да, ви совершенно прави. Уже настало время задуматься по профилактиці. И опыт работы наш в первую волну однозначно показал, что четыре пункта по профилактике ковидной инфекции работают. Первое – это использование масок. Второе – это дистанцирование метр-полтора. Третье – это антисептики и дезсредства для мытья рук. И четвертое – это использование для уборки помещений и поверхностей рабочих дезинфицирующих средств ежедневно с определенной периодичностью. Вот это тот минимум, который обеспечит значительную долю профилактики ковидной инфекции. Вот если забота о себе лежит лично на нас, и уже это наша совесть и ответственность носить маски, пользоваться ли такими средствами, то за предприятиями, организациями, магазинами, учреждениями системы образования пристально следите вы. Прекращалась ли эта работа, были ли поблажки на летний период, допустим, пока было снижение, либо вы также внимательно отслеживали, чтобы все было в наличии. Конечно, растет заболеваемость, и, конечно, активность санитарного контроля тоже увеличивается однозначно. Это было всегда, и не только по ковидной инфекции. Но свои контролирующие функции, в том числе по противоковидным мероприятиям, они у нас не останавливались в течение года, сколько мы имеем дело с этой инфекцией, столько мы ведем контроль, может, даже больше разъяснительную функцию, в том числе и среди коллектив указанных объектов, для того, чтобы люди, выполняющие свою работу, понимали, насколько это важно, как Вы правильно сказали, не только для своего здоровья, но и для того, чтобы приостановить распространение этой инфекции. И последнее. Вы, как специалист, хотелось бы, чтобы обратились к нашему населению, которое, может быть, еще достаточно беспечно относится к своему здоровью, с призывом, чтобы они себя берегли. Да, я рада, что мне сегодня представлена возможность обратиться к нашим гражданам. Я хочу сказать, что ситуация на самом деле увеличивается по заболеваемости ковидной инфекцией, и поэтому настало время нам с вами вместе постараться активно внедрять профилактические мероприятия. Еще раз повторюсь, это маска, это дистанцирование, это мытье рук, и свои дома, помещения, в которых Вы работаете, тоже возьмите за привычку использовать средства для их уборки. Я думаю, это тот минимум, который несложно выполнять, и нам будет по плечу тогда борьба с ковидной инфекцией. Будьте здоровы! Сегодня у Беларуси один и день озеленения. Напереда дни уздов Шереческого проспекта у Гомелли высаджены древы. Организаторы и удельники акции – Гомельский областный комитет природных ресурсов и Аховы Новокольного Сяродя, а так само предприемство «Кермаш». Озеленение территории застается для региона актуальным питанием. В весенний период 2020 года в области высаджено около 70 тысяч древ. Пильная работа в этом направлении протягивается. В городе Гомеле и районных центрах будет высажено более 20 тысяч деревьев и кустарников. Озеленение населенных пунктов является благоприятным экологическим фактором для создания комфортных условий жизни и здоровья наших граждан. А кроме того, экологи подкресливают, посадка древ будет протягиваться у весь кострышник. Долушиться до корыстной справы может каждый. Гоноровые грамоты, подяки и аплодисменты. В Палацово-Парковом ансамбле веншовали работников культуры с нагодой их профессионального свята, которое будет означаться 11-го кострышника. На урошистом мероприемстве побывали наши корреспонденты. На Гомельшине працует около 9 тысяч работников культуры. И этот год для них выдался саправды складанным. За эпидемиологичной ситуацией шмат мероприемства удавалось адменить. У залах было, как минимум, у два раза меньше глядачау, а некоторые установы пришлось начинить для наведывания. И все это у сферы, якая створена для того, как просовывать мастатство у массы. Однако творчая и креативная знайшли новые формы работы и активно перейшли у онлайн-простору. У своя профессийная свята лепши язык отримали заслуженные узнагороды. Со сцены гучали теплые пожадания и подяки у адрес тих, кто допомагает запаливать зорки. Мои ученики участвовали в различных конкурсах. В международных конкурсах, в республиканских конкурсах, в областных конкурсах, в городских конкурсах. Ну, наверное, самая вершина наша – это наша награда Парижа. В прошлом году моя выпускница, пища Клера, участвовала в конкурсе международном и завоевала лауреатство второй степени. Гоноровая грамота от областного и городского выканавчих комитетов, а так само советов депутатов, отримали супрацовники школ мастатства, домов культуры, музеев и библиотек. Нагрудным знаком за заслуги профессийного союза работников культуры, информации, спорта и туризма узнагороджена директор городского центра культуры Людмила Панина. Люди на своем месте, люди увлечены своей работой и на самом деле делают эту работу качественно, и это отражается в тех впечатлениях, в тех отзывах посетителей, постоянных посетителей, которые не смогли посетить учреждения, театры наши, библиотеки, музеи, кинотеатры и другие заведения культуры. Я хочу, несмотря ни на что, несмотря на эти сложности, поблагодарить всех своих коллег, пожелать им на самом деле здоровья, сказать им большие слова благодарности и низко поклониться за их работу. У гэтым годзе для развития сферы культуры у регионе было зроблено шмат. Наприклад, после реконструкции открылся театр имя Мележа у Мазыры и мемориальный комплекс «Ала». У наступным годзе работа протягнется. У Светлогорским районе, каля мемориала, створать музейный комплекс, а так само будет продолжена реконструкция Юрович, каб открыть объект для массового наведывания. Ганна Каральчук, Миколай Скинтян, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». Электроника, Ай-Ти, моделирование. У Гомельским центры техничной творчести детей пропоновывают не просто объединение по интересах, мол, и серьезно одуковывают и рыхтуют до выбора будущей профессии. Дарыши, недавно на республиканском конкурсе «Джуниор Скилз Беларусь-2020» наученцы центра показали неверогодные выники. Марина Северьянова погуторала с переможцами и их педагогами. Гомельская область на республиканском конкурсе «Джуниор Скилз» завоевала шесть медалей и заняла первое место среди областей. Мне как руководителю вдвойне приятно, потому что из шести дипломов, пять дипломов, это завоевали ребята, воспитанники нашего центра, совместные при помощи наших педагогов и экспертов по этому направлению. Даник – самый лучший переможца республиканского конкурса номинация «Электроника». Хлопчик вучится в шестом классе 56-й гимназии. В то, что смог отримать первое место, сдается, не может поверить до этого часу, рассказывая, что паять его вучил дядуля. Потом батька, когда увидел протяное захопление сына, подарил ему властный паяльник. И праздник который час хлопчика записали в гурток по электроннице. Это было летость. А у всего праздник – такая великая для маленького хлопчика перемога. Были не очень сложные, ошибки были, но неожиданно просто для меня я смог занять первое место. Вот так вот. А что сказали родители? Поздравили меня. Городец? Да. Купили, мне папа ноутбук купил. Данику будущим бачит себе инженером, а Ягор – я шеден переможца конкурса урачом. Юна каже, что веды у АйТ, яке юн набываю центры техничной творчести, да помогут зараблять и быть по махчимости финансово незалежным у студентские годы. Ягор признается, что не стольки хвалявауся, коли выконывал задание, кольки подчас обвешения переможца. Естественно, волнение, особенно в день, когда приезжаешь и начинается открытие, но еще больше волнение, когда закрытие, так как будут объявляться места, а места – это самое волнительное, когда объявляют третье, второе. Если вот как у меня было первое, вот когда третье и второе объявляют, я это не я, то тоже самое волнительное получается. Когда объявили, что победитель в своей категории вы? Что вы испытали? Естественно, радость, как бы, для того, что выиграл. Сирот переможцев так само у Владислава Кукобникова, Олега Михальцова и Виктор Крохин. Дарыши Апошния занял первое место по абсолютно новым для центра на керунку – графичным дизайном. С конкурса команда приехала с серьезными, вес новыми и новыми планами. В первую очередь это масштабироваться, то есть занять другие компетенции, а именно проводить у себя занятия, которые связаны с этими направлениями, точнее в рамках своих объединений. Например, та же самая электроника планирует вводить в себя беспилотные летательные аппараты. То есть они хотят сделать подкурс, чтобы учиться и создавать, и программировать, и запускать. Гомельский областной центр техничной творчести детей-молоди один в Беларуси, где педагоги распроцовали и выдали рабочие ошибки для навученцев. Несколько лет назад мы ставили перед собой задачу усиливать методическую составляющую учебного образовательного процесса. В течение года педагоги нашего центра разрабатывали рабочие тетради, которые смогли бы ребятам быстрее, качественнее и лучше усвоить учебный материал. В этом году, в сентябре, мы уже стартовали, ребята получили тетради, работают. И будем смотреть, как пройдет апробация этих рабочих тетрадей. Если все будет хорошо, то, конечно, будем дальше внедрять и советовать нашим районным центрам технического творчества перенимать данный опыт. Зараза у Центра техничной творчести додатковую эдукацию отримливают 850 детей по взрослой от 6 до 17 годов. И они занимаются в больших 90 объединениях по интересах. Белпошта пропонует повиншовать родных с Днем Мати. Акция, просвеченная святу, пройдет 12-го Кастрышника. В этот день можно будет набыть паштовки и написать теплые веншования своим мамам. Супрационники предприемства бесплатно доставят их по всей Беларуси. Адрасы паштовых отделений, у которых пройдет акция, можно найти на офицейном сайте Белпошты. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова